Инициатива организации встречи принадлежит Илоне Броневицкой. По её мнению, это помогает лучше вникнуть в житейские проблемы ветеранов. Я хочу диалога, очень. Я очень хочу выслушивать о каких-то нуждах, потом выбрать что-то первостепенное и не разбрасываясь, посвятить себя одному, двум, трем вопросам. Старшее поколение видновчан волнуют вопросы газификации, благоустройства, освещения городских улиц, социальная поддержка ветеранов, тружеников тыла, пенсионеров и жилищно-коммунальные вопросы. Ветеранов беспокоит что? Пенсии, медицина, обслуживание медицинское и так далее. То есть это вопросы сложного характера, которые нужно знать и умело, так сказать, оперировать в своей работе для того, чтобы добиться доверия у людей, чтобы они поверили, что действительно этот кандидат в депутаты, он будет выполнять их чаяния. Еще один вопрос, к которому обратились ветераны к общественному деятелю – отсутствие удобного автобусного маршрута видно из Майлова и отмена транспортных льгот для ветеранов войны. У нас остались коммерческие перевозки, это маршрутки. Москва уже все видоизменила, мы на МХАДе лежим. Как можно у нас это продолжать делать? Всегда было у ветеранов войны место одно, бесплатное в маршрутке, его уничтожили. Я очень плотно пообщалась по вопросу с льготами, так называемыми, на проезд, и я поняла, что вот этим можно заниматься. И вот, наверное, на сегодняшний день я понимаю, что можно было бы толкнуть этот вопрос, хотя он очень сложный. Даже нужно. Так да, но просто вот в нем разобраться надо было, потому что люди говорят какие-то вещи, совершенно, ну, под которыми нет никакой базы. Кроме того, в канун Дня Победы ветераны обсудили вопросы, связанные с патриотическим воспитанием молодежи, организацией досуга людей старшего поколения. Следующая встреча прошла в обществе инвалидов. Надо разговаривать, слушать друг друга, и потом понимать, над чем можно работать. Потому что однозначно есть вещи, которые никто не решит. Никогда. К сожалению, таковы реалии нашей жизни. Вот, поэтому, ну, мне очень интересно, потому что я представляю, сколько проблем, сколько боли вообще во всей этой тематике. Вот, ну, слушайте, ну, мы вместе. Когда мы вместе, все-таки какая-то сила у нас есть. Главная проблема в этой сфере – создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Не менее остро стоят вопросы льготного проезда на транспорте и льготного лекарственного обеспечения. Нет лекарств. Пишем, собираем народ. Приходят, пишут, ругаются. Мы это все выслушаем и несем в списки. От совещания к совещанию. Давайте мы сделаем таким образом. На следующей встрече я возьму кого-то из представителей общественной палаты, национальной медицинской палаты, потому что это будет очень компетентный ответ. Во время диалога Илона Александровна отметила, что эти люди не подчинены ни своим недугам, ни возрасту, а наоборот, вопреки всему, ведут активный образ жизни, не замыкаются в себе, а интересуются всем, что происходит вокруг них. Своим примером они доказывают, что человек способен преодолевать любые трудности и вести полноценную жизнь в обществе. Стоит только захотеть. Все вопросы, которые задавали инвалиды, были внимательно выслушаны и взяты на контроль.